Весенние паводки, тревожные климатические изменения и ожидания по погоде на ближайший год. Журналисты множества изданий и телеканалов собрались в сердце Приморской службы предсказания погоды. Пресс-конференцию приурочили к наступающему профессиональному празднику. 23 марта в России отмечают как День работников метеорологической службы. Руководитель ведомства Борис Кубай несколько раз акцентировал внимание на аномальных изменениях климата. Более того, на вопрос 8 канала о недавних подвижках в области неблагородного лесопользования он ответил однозначно, согласившись с тем, что существует прямая взаимосвязь между неконтролируемыми рубками и частыми погодными потрясениями. Главный синоптик Приморья напомнил, что таких резких колебаний в температуре и интенсивности температуры осадков, как осенью 2017 и зимой 2018 не было уже как минимум 30 лет. Борис Кубай напомнил, что именно 2017 стал рекордсменом по количеству тайфунов, берущих начало в Тихом океане. Их было 27. В настоящий момент метеорологов настораживает сложившаяся в крае снежная ситуация. Так, на западе Приморья снега для начала весны слишком мало, что может провоцировать ранние лесные пожары. Тогда как восточный район обладает местами чрезмерными запасами снежных масс, что в будущем приведет к подтоплениям и прочим радостям весенней погоды. Максимальный запас воды в снеге, определяющий величину половодия от снега таяния, на большей территории края также отмечался в первой половине марта. И в составе в западных, южных и юго-восточных районах края 40-90% нормы, а в центральных, северных и северо-восточных 110-180% нормы. Однако беспокоиться сейчас по весне уверенность синоптики стоит именно от тех районов, где снега не хватает. И даже недавние подарки весны в виде метелей и снегопадов все равно не выправляют тенденцию приморского климата к аномальностям и неожиданностям. Больше всего выпало во Владивостоке. Если вы ездите в находку, там сразу видно, что его принципиально другое количество. На запад там чуть побольше, но тем не менее, это не те снега запасы, которые часто у нас бывают. И он может просто быстро сойти, и вот эта вот сухая трава тут же превратится в очень хорошую, так сказать, хорошую подпитку для пожара. К слову, Владивостоку вообще повезло в этом году не попасть под удар климатических эксцессов, которые приготовила остальному приморью природа. А прошедшие снега лишь смягчили ситуацию после бесснежной зимы. По данным ведомства, наполняемость крупных водоемов и водохранилищ составляет 75%, что является абсолютной нормой. Кроме того, до конца марта в приморской столице может потеплеть, возможно, даже до плюс 20 градусов. Однако начало апреля снова станет холодным. По окончании пресс-конференции руководство примгидромета еще раз поздравило всех коллег с наступающим профессиональным праздником и пожелало синоптикам точных прогнозов. А Борис Кубай даже поделился историей из жизни, рассказав, как он однажды поспорил с коллегой на миллион, будет ли снег, и выиграл. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.